Это первые и до сегодняшнего дня единственные случаи боевого применения ядерного оружия. И мы полагаем, что 70-летие этого события, этого трагического события, требует внимания всей планеты. К сожалению, в сегодняшнем мире есть влиятельные силы, стремящиеся вычеркнуть из истории и детали бомбардировок, и их страшные результаты, и понимание того, кто эти преступления совершил. Память об этом не менее важна, чем память о злодеяниях нацистов и японских милитаристов. Иллюзия безнаказанности может привести к очень и очень тяжелым последствиям. Потому столь опасные и идущие параллельно искажение истории Второй мировой войны и наращивание агрессивного потенциала стран НАТО. Если мы вернемся на 70 лет назад и вспомним хронологию внешнеполитической истории того времени, то прежде всего хотелось бы упомянуть о том, что именно в эти драматичные дни, наверное, решалась судьба глобального мира в течение 70-послевоенных лет. Чем дальше мы от этого события отходим, тем больше потребность изучить и сохранить бесценные свидетельства очевидцев и документальные материалы, описывающие ужасные последствия этих бомбардировок. Как писал историк Бердяев, человеческая память – это величайшая сила в человеке, которая способна изменять мир. Корректнее, видимо, было бы поставить вопрос шире. Нарушили ли США международное право атомными бомбардировками в 1945 году японских городов? И такой вопрос был уже поставлен именно в токийском окружном суде в 1955 году. Данный вопрос, вопрос о Хиросиме и Нагасаке должен разобрать Международный трибунал. Для этого есть все основания. Почему требуется Международный трибунал, с моей точки зрения? Конечно, ушли из жизни и непосредственно исполнители этого, с моей точки зрения, злодеяния, и те, кто принимал политическое решение. Самое важное, что может дать Международный трибунал – это единую правовую оценку человечеством совершившегося факта. Факта пока, к нашему счастью, единственного боевого применения ядерного оружия в истории мира. На сегодняшний день такой единой оценки, к сожалению, нет. В 1999 году не было атомной бомбардировки, но была бомбардировка европейского государства, Югославии, жесточайшей, которую не смогли остановить ни Совет Безопасности, ни позиция европейских государств, в том числе и России. Отношение наших сограждан, россиян, к тому, что произошло в Хиросиме и Нагасаке в 1945 году, с годами не меняется. Вот у меня последние данные, которые получил Левада, центр, примерно 84-85% наших сограждан считают преступным и бесчеловечным акт применения атомных бомб в Хиросиме и Нагасаке в 1945 году. И повторяю, вот эта цифра примерно остается на таком же уровне с течением многих лет. Сегодня к нашей дискуссии привлечено внимание большого количества средств массовой информации, не только российских, но и японские коллеги здесь находятся. Нам бы, конечно, хотелось, чтобы и ход нашего обсуждения, или результаты услышала и японская общественность, и чтобы японцы знали, что при том, что мы, конечно же, осуждаем совершенные преступления политического и военного, прежде всего, руководства Японии в Азии во время Второй мировой войны, но мы как сопереживали, так и сопереживаем по поводу невинных сотен тысяч жертв, которые погибли в результате вот этой варварской бомбардировки в Хиросиме и Нагасаке.